Спасатели МЧС Армении заинтересовала уникальная барокамера, которая есть в арсенале сучинского отряда МЧС. Применяется она для тренировок водолазов, а также для лечения баротравм, в том числе и декомпрессионных заболеваний, поражений дыхательных путей, что может произойти во время спасработ, во время пожара. Помимо стационарной, у спасателей есть и транспортная барокамера, то есть передвижная. Если вдруг у водолаза случаются какие-то специфические заболевания, как декомпрессионная болезнь, кислородное отравление, баротравма легких, то мы помещаем пострадавшего сюда, привозим его к нам на стационарную барокамеру, там он уже находится под давлением, уже начинается режим. Самый большой срок лечебной рекомпрессии у нас был 9 суток здесь, почти 9 суток, по-моему, без двух часов. Но пострадавшего, когда привезли, он был парализован по пояс, это была тяжелейшая форма декомпрессионной болезни. Отсюда он вышел уже у нас своими ногами. Осмотрели сотрудники чрезвычайного ведомства Армении, автомобильную технику, мобильный госпиталь отряда, проехались и на спасательном катере. В планах встреча с медиками Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Сидут ознакомительный процесс, это первый день. В дальнейшем будем наращивать это взаимодействие и будем стараться, чтобы у нас тоже была такая же служба, как в МЧС России. Мы сами учимся в высших учебных заведениях Российской Федерации, ну и проходим переподготовку в учебных заведениях Российской Федерации. Сейчас на Красной Поляне наши 10 сотрудников проходят горную подготовку. Мы завтра, наверное, будем посвешать, посмотрим, какие условия, как они подготавливаются. И хотим, чтобы в дальнейшем откорректировать, какие курсы нам нужны, какие программы, какое оборудование использовать. В рамках сотрудничества МЧС России поставляет в Армению спасательное оборудование. И тем важнее здесь, на месте, увидеть его в работе, отмечают спасатели Армении.